Девушки отдыхают 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 Вообще слово такое интересное, мастер, это подразумевает под собой то, что накопление какого-то опыта и в конце концов передача его кому-то. Вообще у татуировщиков очень много имен, их называют тату-артист, тату-мастер. То есть тату-артист это больше тату-художник, а тату-мастер это тот, кто делает татуировки, мастер татуировки. Но правильно все-таки мне кажется больше называть татуировщиков, именно тату-артист, потому что, ну это от слова арт, искусство, то есть мы занимаемся непосредственно искусством. Ты штампуешь татуировки? Я работаю по индивидуальным дизайнам, только по индивидуальным дизайнам. Рисую сама, либо ко мне приходят ребята, которые находят действительно интересный ад работы, приходят с какой-то уже готовой идеей, то если это действительно крутая идея, почему бы ее не сделать. А вообще твое личное отношение вот ко всем вот этим многомодным штампованным татуировкам, особенно сейчас помнишь, наверное, года три назад повалил вот у девочек у всех вот эти кошечки были вот, вот, такие изогнутые. Ну и сейчас есть ко мне на самом деле, приходит очень много девочек, которые хотят кошечек, но я стараюсь клиента отговорить от того, что ему может жизни просто помешать, но сделает она эту кошечку. Ну это будет выглядеть во-первых, как жвачка, как наклейка и жвачки малобах. Во-вторых, ну зачем это вообще надо, то есть быть одним из масс, в которых куча таких же татуировок. Ну я стараюсь клиента отговорить от какого-то необдуманного шага в его жизни. А считаешь ли то, что тату меняет вообще жизнь? Да, я считаю то, что татуировка меняет жизнь, это любовь, потому что я на собственном опыте убедилась, убеждалась не раз, то есть и на опытах моих клиентов. Путешествуешь вообще на разные фестивали по СНГ, по нашей стране? Ну, ты знаешь, я еще просто такого, ну как сказать, во-первых, не так давно этим занимаюсь. Ну то есть вот я этим занимаюсь уже четыре года, пятый год пошел. То есть для татуировщика это вообще не срок. Потому что совершенствовать свою искусственную татуировку можно всю жизнь. До бесконечности. Да, до бесконечности. То есть художники и художники тоже работают над собой всю жизнь. Вот у нас же сейчас все равно проводят какие-то тату-фесты. Да, я участвовала в наших тату-фестах в Казахстане. Ну это было довольно интересно, но это было довольно интересно только именно на нашем уровне, на уровне каких-то европейских стран. Ну да, у нас действительно есть мастера, которые делают татуировки на уровне европейских стран, той же Америки, где эта культура развивается очень давно. Но тем не менее мы все равно еще пока не совсем дотягиваем. Что мешает нам? Мешает? Ну я не знаю, наверное, то, что казахстанское тату-сообщество, оно, скажем так, не совсем взаимодействует друг с другом. То есть мастера обособлены друг от друга и не составляют какую-то целую общественную организацию, что ли, как-то так. То есть такую, которую можно действительно, ну вот почему допустим в европейских странах, допустим в Лондоне там проводят конвенции, которые там неделю длятся, длятся. Потому что там люди приезжают туда со всего мира, все мастера общаются друг с другом, всем мастерам интересно разговаривать. То есть делятся опытом? Да, делятся опытом. И абсолютно на какой-то безвозмездной основе. У нас это происходит не совсем на безвозмездной основе. То есть живет такая некая коммерция во всем этом? Да, то есть во всем этом действительно живет коммерция. И это очень плохо, потому что люди живут не искусством как таковым, а живут больше милями. Это влияет все-таки, да, взаимосвязано с тем моментом, что очень много тату-мастеров, я сам знаю, убегает с нашей стороны куда-то далеко вообще. Да, на самом деле так и есть, и у меня в планах то же самое. А на переделку много приходит? Да, на переделку приходит очень много народу. Приходит на удаление, на переделку. Потому что, ну, вы знаете там всякие истории про, ну, там, Васю с соседнего дома. Да, в подвале. Вот, это встречается сплошь и рядом. На самом деле, люди абсолютно не задумываются то, что это действительно на всю жизнь. Как бы и всю жизнь тебе с этим жить. Ну, я считаю то, что вот машины, деньги, там, я не знаю, женщины, бриллианты, это все приходящее, а татуировка это на твоей коже, а кожа с тобой останется на всю жизнь. Цена татуировки, ну, соотносительно, то есть прямо относится к качествам. Ну, да. То есть татуировка, она, во-первых, не может стоить меньше пяти тысяч рублей. Почему? Потому что, ну, во-первых, расход краски, краска очень, очень дешевая. Сами машинки, которыми мы работаем, тоже очень дешевая. То есть это не говоря уже о таких расходах, как перчатки, там, вазин тот же самый, там, какие-то специальные колпачки для краски, иглы, резинки. Ну, то есть это столько всего нужно, чтобы сделать только одну маленькую татуировку, даже ту же самую надпись. То есть, если вы пришли в салон и вам сказали то, что, ну, даже не в салон, а к мастеру, к любому, и вам сказали то, что ваша татуировка будет стоить, там, три-четыре тысячи тенгеневерции этому мастеру. То есть это заранее, это заведомо то, что он работает на качественном оборудовании. Удешевляет производство и, естественно... Да, естественно, и на качестве это отражается в первую очередь. Угу. Угу. А где, вот, все-таки, вот, есть мера для девушек, то есть, где пошло, а где не пошло? Мне кажется, вот, знаешь, вот такие вот, ааа, как это называется на сленге татуировщиках на жопнике, грубо говоря, вот это действительно пошло. Вот. Ну, потому что, во-первых, это смотрится, ну, очень странно, внизу спины у тебя какая-то непонятная бляба. А во-вторых, ну, мне кажется, то, что, ну, это вообще не эстетично. Делают их до сих пор? Ну, я лично нет, но я вижу девушек, которые действительно делают их. Да. Я думал, то есть, это тенденция уже, там, лет пять тому назад прошу. Ну, я, в основном, занимаюсь перекрытием таких работ. А ты считаешь, что та боль, даже, то, что не убиваете, а делаете сильнее? Да. Я считаю, вообще-то, что через боль очень много всего познается, и татуировка – это процесс очень эдитативный. А, то есть, когда тебе наносят татуировку, ты входишь тоже в свой, ну, в своеобразный транс, потому что боль тоже надо уметь терпеть. Как духовную, так и физическую. И если человек умеет терпеть боль, то это очень здорово, это поможет ему на жизненном пути, мне кажется. – Я помню, наверное, года два назад прочитал в журнале о том, что ты, по-моему, еще группа людей, начинали такую тенденцию татуировки как тенгрянская, стилистика какая-то или какое-то направление. – Ну, на самом деле, да, такое было. В общем, мы делали тогда фестиваль, посвященный, вообще, культуре татуировки в Казахстане. Ну, естественно, я вот, ну, как, вообще, ну, как житель этой страны, я обратилась просто к древним символам, которые существуют в нашей стране. То есть, ну, это вот тот же самый бок тенгряноскальные рисунки, которые вот у нас есть везде. – Там голый таз, да? – Да, там голый таз, допустим. Здесь, на Мидео, рядом тоже, в принципе, есть. И, как бы, ну, это выглядит стильно, это подходит к нашей именно культуре. И почему нет? – А насколько вот сейчас оно развилось или как оно, куда оно вообще, как пошло? – Ну, если честно, вот, я недавно делала татуировку на казахском языке, прям вот такую надпись на все пузо. Ну, то есть, это есть, это люди, которые приезжают, которые давно живут за границей, и приезжают сюда, и хотят сделать что-то такое родное, то, что для них родное. И, естественно, когда они там, ну, приедут в страну, куда они живут, где они сейчас живут, то есть, допустим, в ту же Францию, там, Италию или еще где-нибудь, и там, ну, во-первых, казахского языка не знают, и всем будет интересно, что это такое. – То есть, для них это какой-то загадочный… – Да, для них это загадочный язык, это непонятные символы. Ну, а для носителя это, как бы, ну, свое, родное что-то. То, что хотелось бы запечатлеть. – Ты лично как-то сама? По течению или против течения? – Ну, я скорее против течения. Мне кажется, люди, которые делают на себе татуировки, они идут против течения, чем по течению. – Тогда бы такое завершение сделали. Хотелось бы всем вообще пожелать, брать пример, быть фанатиками своего дела, заниматься духовными практиками, сеять добро и счастливо всем. Пейте побольше чая. Пока. – Такая музыка.